I have ways of blowing things off. А можно прогрузить? А если я перезагружу локацию? Давайте сейчас сходим вверх-вниз. Ага, спасибо. Я не знаю, почему оно не подгружает. Ну, как бы, да, понятно, что все настройки стоят на максимуме, но я не думаю, что это та игра, в которой графоний настолько тяжел, что он прям не будет прогружаться. Ну, ладно. Я думаю, что это вот этот перец. Ким Китсураги, фигасе, но он выглядит как что-то такое азиатское. Ладно. Мужчина в очках и оранжевая летная куртка. Оранжевая летная куртка, значит, да. Притоптывает ногой. Прямо как нами описал бармен. Кажется, он кого-то ждет. Тебя! Такая неожиданность. Продолжаем. Когда ты подходишь, он прищуривается и приветственно протягивает руку. Успех! На рукаве куртки и еще на спине. Те же загадочные белые прямоугольники, что и у тебя на Блейзере. Да. Пожать руку. Да. Здравствуйте, я Ким Китсураги. Рука пожать у него крепкая. Лейтенант 57 участок, а вы, полагаю, 41 участка. Ясно-понятно! Блин, это наш коллега из другого участка, потому типа, все, я понял. Ты понимаешь, что он ждет, пока представишься и ты. Придумать себе имя? Ну, короче, я не знаю, как меня зовут. Извините, мне просто офицер. Давайте попробуем выкрутиться. Успех! Ты щуришься, фокусируешься, тебе нужно имя. Насыщенно золотистое, с рыжиной, как лесной пожар в горизонте. Ну, чтоб к нему перемешивалась алкогольный смрад твоего дыхания. Ты уже сделал к нему пару шагов. Впереди еще так много. Извините, просто... Так. Я типа назвал ему какое-то имя или что происходит? Час еще не пробил. Займ не просто офицер. Хорошо, офицер. Немного сбит с толку. Черт, теперь мне интересно знать, как нас зовут, блин. Ладно. Кажется, в воскресенье произошла какая-то накладка. Да в субботу тоже. Вы уже попросили управляющего? Риторика, успех. Он имеет в виду, что два дня пытался с тобой встретиться, но у тебя были другие дела. Ты о том кивнуть на управляющий кафетерия? Тут какое-то непонимание. Ты мне... Нет. На самом деле, я не знаю, это был управляющий кафетерием или нет. Да-да, давайте попросим его. Она сориентирует меня в курс дела. Мое место преступления за гостиницей, как я понимаю. Неплохо бы известить его, что полиция наконец-то здесь в полном составе. Вы уже придумали первичные вопросы? Первичные вопросы. Придумал, а как же... Нет. Ладно, займемся этим, когда изучим данные судмедэкспертизы. Я не знаю, почему-то мне хочется быть с ним относительно честным. Так что посмотрим. Вы сняли тело с двери? Ну, то есть тело. Если бы мы не поговорили с дамой легкого поведения наверху, мы бы, наверное, не знали, что за гостиницей висит труп. Ну, теперь мы это знаем. Блин, мужик, ну ты понимаешь. Ну, типа... Нет. То есть тело по-прежнему на дереве. Где оно висит уже 7 дней. Как поговорим с владельцем, нужно срочно туда отправляться. А что, если я скажу тебе, что я настоящий полицейский? Типа, ну он же тоже. Нет, ладно. Почему я так уверен, что я из полиции? Ничего, не помню. А что... А что бишь нам надо сделать? Тогда... Ну, давай вот это. Поверить с управляющим. Потом пойти на задний двор и снять тело. Тогда двинули. Новое задание. Так, хорошо. Смотрите, тело. Я понял. А, сейчас не могу, кстати, нажимать на задание. После вас, офицер. Продолжить. Раз ты начинаешь следствия, тебе нужно удостоверение. Стоп, разве... Мне не нужно что-нибудь типа удостоверения? А если сказать, у вас нет удостоверения? Когда проснулся, не было. Притвориться, что нашел удостоверение при мне, а полицейский с полицией мне... Ммм, да. Сообщить на что потеряли удостоверение. Утерю удостоверение. Серьезное происшествие. У меня в мотоцикле есть радио. Можно о нем сообщить. Советую вам отыскать его как можно скорее. Но все же в приоритете сейчас снять тело. Я понял. Лейтенант Ким теперь с вами в команде. О, спасибо. С ним можно поговорить в любой момент, нажав на портрет. Спасибо. Ага. Сообщить, что потеряли. Получено. Давайте, мы пока еще не будем отсюда выходить. Сейчас... О, у меня голова крутится. Крутяк. И в пять. Надо сохраняться хоть иногда. Я без понятия. Как это что пойдет сейчас? Лена, жена криптозоолога. Здравствуй, зайка. Пожелая женщина, садобка ворочится к тебе. Ааа. Стоп. Кто это тут? Зайка. А, кто это тут? Зайка, кстати. Блин. У меня появились подозрения. Такие жуткие подозрения сейчас, что с нами случилось день или два назад. Ооо. А может и правда. И что... И что нашел уже зайка к себе? Что, что и что? Нашел уже зайка себе в пару. Она заговорчески улыбается. Блин. Только не говорите мне, что что-то было. Нет, все, хватит с меня обычно в брачных ритуалов. Не знаю. Может быть, только нашел. Когда-то нашел, но потом потерял. Что это за сратые подмигивания скорость реакции? Мне, кстати, тоже не понравилась эта фишка. Ладно. Хватит подмигивать. Стукнуть себя по виску, чтобы исправить поломку. Ничего не делать. Нервная система, вероятно, уже нанесена ненавистью. Вижу, вы еще скорбите. Не стану лезть. Она ласково улыбается, не обращая внимания на эти дикие подмигивания. Она хлопает себя по лбу. Боже, прости. Голова совсем дырявая. Сама совершенно забыла представиться. Лена. Мы с Мералом, моим мужем, сейчас живем на этой улице у нашего друга Гэри. Но когда их нет, я захожу сюда выпить чаю. Захожу, наверное, заезжаю, да? Она смотрит на тебя поверх очков, улыбается. Глаза ее блестят. Полицейская волна. Просто успех. Это Лена достаточно эксцентрична для вашей разношерстной компании. Скорее ее вырубай. А, вербуй, блин. Читаю. Скорее вербуй. А вы, похоже, в кресле. Но это очевидно. Спасибо. Это покатаем вместе. Ну-ну. Не уверен, заметили вы. Но я не знаю, где и что делать. Да я вообще ничего не знаю. Она следит за твоими движениями, не без тревоги. Да, двигаешься ты растеряно. Как вспугнуть... А, как вспугнутая лиса. Вспугнутая? Разве такое слово? Ладно. Но не может же все быть настолько плохо. Я так купился, что в прямом смысле потерял память. Надеюсь, вы правы. Надеюсь, все не настолько плохо. Я преувеличиваю. Забудь, что я наговорил. Ну, она кивает, но выглядит все равно взволнованный. Хотя нет, все реально плохо. Я настолько... Так, хорошо. Ну, похоже, в кресле. Да, солнышко. Параплогия. Что, блин? Параплогия. Это паралич нижних конечностей из-за травмы позвоночника. Например, после падения с большой высоты или взрыва гранаты. Блин, я так понимаю, что энциклопедия меня сейчас просто вытаскивает, да? Все вот эти вот знания. Ммм. Гранаты. Вы воевали. Простите, невежливо было спрашивать. Это кресло забудем. Не переживай, я привыкл к вопросам. Поэтому и потом. Я же понимаю, что все-таки так или иначе об этом думают. Вот это ее глаза загораются. О чем это ты? Приглашаю вас стать моей напарницей. Ездить на кресле и убирать трупы задних даров. Ловить серийных убийц. Ой, какая бредовая вещь. Так, ладно. Да так, просто вспомнил он текст одной песни. I wanna roll with me. Да, мол, покатаемся. А, да, это, видимо, roll with me, группа Fletchers. Мне их часто тестируют, она успокаивает. Морел говорил, что... Морел. Морел. Ладно. Говорит, что моя музыкальная тема. Стоит ли мне вот это говорить? Давайте, ладно. Ты же знаешь, где мы находимся, правда? В кафетерии танцев в тряпье. Так, у меня на ключах написано. Верно. Ну, где находится кафетерия? В Ревшоле. Все верно. В славном городе Ревшоле. Ревшоле. Это... Рожала столица мира. Как-то так, если честно... Дулю с маком я знаю про Ревшоль. Что это за место? Она распахивает серые глаза. О, да как же это расскажешь. Ревшоль прекраснейший город в мире. Нам с тобой повезло, что мы здесь. Я не слишком много городов видал, а воочию, но все-таки все так говорят. Ревшоль – жемчужина. Это город, столица мира. Хотя сейчас тут не лучшие времена. Весна 51-го, конечно, 90-летний. Я знаю одно. Я знаю одно. Близится конец времен. Блин, конец близок. Нет, погодите. Плохой год для человека... Для человека хорошо... Чего-чего? Плохой год для человека. Хорошо так за сорокет. Если уж за полтос, я не знаю даже. Я не знаю даже, сколько мне лет. Понятно. Весна 51-го. Чего? Ну, ладно. Верно, золото. Замечательно. Вот возьми эту ручку. Знания должны награждаться. Самообладание, успех. И облегчение заметно невооруженным глазом. Она начинает всерьез за тебя волноваться. Но теперь расслабила плечи. Вижу, что ты устал. Так что? Задам последний вопрос. При каком мы живем режиме? Какая у нас форма правления? Хочется верить, что диктатура. Наши правители грозные воины, мчащиеся по прерии, на гордых жеребцах цивилизаций. Нам управляют разумные машины. Они подчиняются... А, подсчитывают, как получить самые... Наши расприятия реальности искажают нашу... А наш... Искажают, а наш разум управляет при помощи радио. Это нужно, чтобы... Полицейский нас правил. У нас какая-то демократия. Блин, а что-то, по-моему, ни один из этих вам ответов не подходит. Наверное, вот это давайте. О, зайка. Она грустно улыбается. Совсем нет. Были те, кто так думал. Были те, кто этого хотел. Но все они вымерли. Это подконтрольная зона. Им управляет альянс иностранных сил под названием Коалиция. Своего правительства у нас почти нет. И уж точно диктатуры и пролетариата. Риторика. Успех. А копы все равно есть. Если нет правительства, то откуда взялись копы? Да, кстати. О, молодушка. Она озабоченно качает головой. Ты ведь так хорошо отвечал. В Ревашоле нет копов? Не в традиционном понимании. Самая революция. Статус правоохранительных органов. Предмет споров. Тогда кто мы такие? Но сегодня лучше прерваться. Тебе кажется, нужна передышка. Да и не лучший рассказчик. Да и я не лучший рассказчик. Если нужно разобраться в большем. В большом. В большем. Ладно. Сумрак. Успех. Какое было шанс-то? Высокий. Или нет? Ааа. Прокатили ровно на уровне на 8. Вот теперь она напугана. Поняла, что правда имеет дело с умственно неполноценным. Черт. Ну, мы сложили о себе такое впечатление, да? Ааа. Ну что. Как я справился с заданием? Вы упомянули революцию. Что это? Как мне... А кто может рассказать больше? Так, погодите. Вот революция. Это, боюсь, поражение. Жители этого архипелага попытались построить нечто новое. Альтернативу. Остальному миру это не понравилось. так что он пришел и все разрушил это было 42 года назад а как это связано с отсутствием копов ну вот это кстати это связано этого связано вообще совсем не знаю как объяснить понятнее как я справился с заданием все шло хорошо до того момента в конце кажется ты правда много не понимаешь ни истории и мест одним словом не помнишь реальность очень странно лейтенант а лейтенант зарывается в блокнот но может этому миру как раз и не хватает свежего взгляда и я не врач конечно но подобные периоды амнезии часто бывают временными так что я бы не переживала особо потому что рассказать больше кто-то кто лучше образован системных вопросах может спроси она поворачиваться к лейтенанту нет он твой глаза я не я не энциклопедия гидом тоже не буду и детектив узнайте всю правду о реальности up раз это вот это хорошее задание справедливо она поворачиваться к тебе тогда не знаю может когда никого нибудь богатого богатых хорошее образование хотя откуда богатому человеку взять мартинеза успех скорость реакции справедливо это явно не район либо для богатеньких но мне пора конечно солнышко удачи расследований она и легонько машет и рукой ручка с доброй зеленой обезьяны с головой зеленый обезьян на конце глаза обезьяны закрыты виду не добрый будто медитирует узнать что происходит а тут как бы два варианта или она полностью сбрендила что мне все-таки кажется не так или же странные вещи ладно спящий портовый рабочий мужчина спицы приваливших столу на нем спущенный рабочий комбинезон сапоги измазаны засохшей грязью на спине овальный логотип с деревом и надписью wild pines всего пояса свисает на карабине цветной пластиковый прямоугольник пальцы чешутся на прилавке ты видишь блистер лекарства от головной боли вывалился из руки рабочего грубая сила разбудить шансы низкие не буду пробовать взять таблетки спасибо мужику все равно тебе тебя не пожалуй нужнее чем ему так что за вещь на карабине давайте посмотрим это айди карта докера она она же пропуске разрешено работу с фотографией на тебя смотрит молодой крепкий мужчина сантьяго с джон разбудить не получится а вот красть зачем давайте попробуем получилось теперь ты перебираешь пальцами набираешься пальцами в застежку отщелкиваешь держащуюся напряжение скобу под металлическим зажимом пластиковая декарта и небольшая книжка в кожаном переплете а мужик что мужик испускает громкий храп вот-вот проснется не похоже но очень черт не шутит поспешим а лейтенант меня видит нет он смотрит другую сторону хотя ну ладно может быть не намеренно украсть документ пролистать книжку и взять то что между страницами давайте вот так пять денег между страницами находится черный блокнот женским профилем выглядит так будто жила эта женщина много веков назад указан указанный номинал 5 реалов на ощупь купюра приятная жирная украсть документ или защелкнуть карабин я не знаю зачем просто ну это плохо делать но возможно мне это понадобится вытаскиваешь из-под зажима пластиковую ади карту и съешь в карман мужик продолжает храпеть получен предмет вахтовая карточка портового рабочего визуальный анализ средний успех просто для протокола между тобой человеком на документе ничего общего а мир просто для протокола между тобой и человеком на документе ничего общего то есть поэтому по этой карте я никуда не смогу пройти защелкнуть карабин лейтенант кто это не знаю похоже он работает на уайл пайнс логическое логистическую компанию, которая принадлежит к местной гавани. Ну, почему он спит посредь бела дня? Возможно, потому что в гавани стачка. Делать докером особо нечего, только пить и спать. Если я попробую его разбудить... Я могу F5 сделать? Спасибо. Уйти. Так. Вахтовая карточка. А таблетки... Видимо, как-то вот мой инвентарь для этого. Ладно. Че у нас с XP, кстати? О! Очки растут. Хорошо. Мне вот что интересно. Быстро сохранение. Я его разбудил с 17% вероятностью! Этого лежебоку поднимет только одно. Взвой на него с яростью урагана, сметая здание с лица земли. А, взвой. Просыпайся! Это приказ! Я здесь закон! Слова излишней, стайд первобытный вопль. Просто на секундочку представьте себе обстоятельства. Два чувака в кафе, один начинает просто дико орать. О, он проснулся! 37-летний мужчина медленно поднимает голову и смотрит на тебя с печалью. Мужик, ты че орешь? Похоже, саосского происхождения. Тут много докеров из сао. Сао. Видимо, какая-то территория. Ты живой? Выглядел как жмур. Просто хотел проверить, что будет, если поорать. В самом деле. Давыненько, что-то не орал. Мне нужно тогда тебе пора... Вот, ты живой? Чего? Я спал просто. Кажется, он сердит. Тебе че, начальник? Видел, че интересного во сне? Расскажи. Да, вот это вот. Указать на эмблему. Почему ты спишь, пока остальных стачка? Кто организовал? Что значит трупом заднего... Вот это вот он точно знает. Ага, сейчас. Указать на бутылку. Твое добро? То угощайся. Он моргает. А, не, пустая. Извини, братишка. Видел, че интересного во сне? Нет. Слава богу. Приняла ли тебя бездонная тьма в объятия, кое всем и должны отдаться, аки трупы в мавзолее? Познал ли ты чистое ничто? В моем сознании не тяжелее очменного зернышка. Кстати, эта фраза изначала. Если что. Скажи, нырнул ли ты в блаженство, где нет никаких бывших? Рабочий тупо смотрит на тебя морща, загорелый лоб. Глаза его пересохли после сна. Ладно. Расскажи про Пайнс. Так называется компания, где я работаю. Занимаюсь логистикой. Как оно? Как оно? Докер широко зевает. Потом смотрит на дверь кафетерии. На стекле поблескивает отпечатки пальцев. Ты не заметил, что творилось снаружи? Не уверен о чем. Не уверен о чем. Ты погоди. В гавани стачка пытается вбить хоть какой-то здравый смысл в голову директора Wild Pines. Так, мы потихонечку начинаем соображать, что у нас находится за пределами кафетерии. Во-первых, я бы хоть высыпался по утрам. Он трет глаза и вздыхает. Право работать? Кто бы не дал право спать? Так, а почему ты спишь, пока у остальных стачка? Они там справятся. Головомер справится. Он охраняет вход. А я просто сплю. Спал. Кто организовывал эту стачку? Мы рабочие, профсоюз. Мы знаем свои потребности, свои нужды. В целом логично. Что значит трупа на заднем дворе? А что насчет трупа? Тебя, кажется, не волнует. У нас тут трупы... У вас часто трупы во дворах болтаются? Я думаю, что он вообще не в курсе про этот труп, если что. Просто пытаюсь понять, о чем ты знаешь. Тут знаешь, каждый день люди мрут. Как в канаве. Кто в люк провалится? Кого псы бездомные разгрызут? Делают паузу. Если кто-то решил откинуться на дерево, мне-то что? Кто-то должен этим заниматься. Похоже, тут кто-то. Я расскажу мне что-то об этом. Знаешь, я думаю, что он не знает ничего. Но тогда нет смысла расспрашивать тебя про тела. У меня... Ну, давай. Знаю вот что. Плохо будет. Что будет плохо-то? Ты меня слышал. Выводы делай сам. Больше я не знаю. И меня это устраивает. Ну, хорошо. Ладно, спи. По крайней мере, во-первых, за это дали экспу. Во-вторых, мы узнали про стачки в порту и всякое такое. Рабочий не отвечает. Голова его уже снова на столе. Если в сладкой пучине сна. Спасибо, чувак. Я хотел вообще просто потестить. Будет ли у меня... Вот я тогда не поймал галстук с вентилятора. И у меня случился дебаф. Я получил урон. Я хотел узнать. Тут был довольно низкий шанс. Тут был довольно низкий шанс на успех. Я думал, получили я какой-то дебаф. А оно взяло и сработало. Ладно, опять. Ну что ж, управляющий кафетерием. Давай поговорим с тобой. Заметив тебя, мужчина с жиденькой обороткой бросает журнал, который идет в руках и поворачивается к лейтенанту. Господин Гарт. Так? Кем заглядит в свой блокнот? Вы управляете этим заведением? Да. Коротко отвечает он. Меня зовут Ким Китсураги. Я список седьмого участка. Расследование затрагивает сразу два района. Так что от 41-го участка в нем участвует. Сообразив, что по-прежнему не знает твоего имени, он смотрит на тебя. Предвестник краха, блин. Прикиньте, назваться так. Приходишь к кому-то. Ты кто? Я предвестник краха. Что золотое и оранжевое, а келесной пожар на... В загадочке поиграем, да? Я сейчас в активном поиске. Блин, это страшно. В активном поиске. Кто это писал? Кто этот гений, блин? Это просто... Вы издеваетесь? Да не, реально. Подскажи, что золотистое и оранжевое пахнет спиртом. Вы, это явно вы пахнете спиртом и оранжевый. Видишь? Все согласны с цветовой гаммой. Она твоя. Мы на правильном пути. Он поворачивается к Киму. Нынче... Вот так полиция реагирует на вызовы? Мы ждали неделю. Ну, я неделю бухал на втором этаже у вас, если что. То есть труп провисел там неделю, фигаси. Я понимаю ваше беспокойство, но чтобы мы смогли выполнить свою работу, вам необходимо держать себя в руках. Конечно, он делает шаг назад. Я понимаю, что мы не сразу отреагировали на вызов, но и вы не сразу доложили от Упи. Это ведь вы позвонили в полицию, так? Нет, я только приехал, звонила... Звонила, наверное, Сильви. Обычно работает в баре, ее временно под меня. У вас есть ее номер? У нас есть ее номер. Я знаю. Да. Он копается за стойкой костеров. Кастеров. Я не знаю, что это. Извините, ребят. Возможно, какая-то штука специфическая. Я не знаю, что это костеры. Находит клочок бумаги и протягивает его лейтенанту. Скорость реакции, успех. Это можно использовать, позвонить потом этой Сильвии. Но он про другие вещи думает, что там Сильвии позвонить. Говорите, вы только приехали... А, говорите, вы только приехали? Откуда? Вы местный? В смысле, из Мартинеза ли? Нет, я живу в Джемраке. Я заезжаю изредка, присматриваю за заведением. Это лишь один из множества кафетерий, в котором я управляю. Но вы деориентируетесь на случай, если вам понадобится спросить дорогу? Ну, немного. Но, повторюсь, я не местный. Просто раньше здесь работал и возвращаться сюда не собираюсь. Даже не думайте. Я и не думал. Он поворачивает. Детектив? Оооо. Наверное, он намекает, что теперь настал твой черед задать вопросы. Прикинся дурочком. Кто я? Это прям просто гениально. Так, а? Вопросы. Сейчас все будет. На его лице мелькает тень сомнений в том, что будет что-то хорошее. Ну, правильно. От нашего персонажа ожидать что-то хорошего вряд ли. Спроси про расположение тела. До того, как спросишь, не он ли убийца. Люди охотнее отвечают на невинные вопросы. И эти ответы уже можно использовать, задавая более серьезные. Но не наоборот. Черт попери. Но это правильно. Наша риторика нам сейчас помогла. Хорошенько так. И где именно находится тело. Ты бармен, блин. Самый логичный вопрос. Ладно. За зданием есть дворик. Он указывает назад на кухню. Там его взернули на дерево. Взернули. Он не сам повесился. Как туда попасть? Легко. Видите вон ту дверь? Указывает он на запад. Сперва выходите через нее. Потом справа увидите в ограде большую дыру. Прям здоровую. Через нее попадаете во двор. Ключи не понадобятся. Этой дыры хватило бы на всю франконегрийскую кавалерию. Он имеет ввиду тяжелую кавалерию светоча франконегро. Что пронеслась по полям и головам врагов человечества. Будто в память... Будто... Будто в пятом веке. Она оставила нам в наследство единую валюту и концепцию крутости. Прикольно. Они носили чешуйчатую броню и оружие. Но главное свойство тяжелой франко... Блин, это надо учиться произносить. Франко-негрийской кавалерии ширина. Дыра, видимо, колоссальная. Почему Сильвии здесь нет? Она не здесь, потому что не ваше дело. Разве они не говорили тебе, что... Разве они не говорили тебе, что ты коп? Все мое дело. Да! Проламываем чувака. Ладно, хорошо. Она не здесь, потому что за зданием болтается. Труп! И потому что я попросил у нее... И потому что я попросил у нее телефон. Вот почему она не здесь. Надеюсь, вы довольны. Лейтенант открывает обложку. Блокнот. Телефон надежно заткнут в кармашек. Спасибо, говорит он. Дело раскрыто. Не пошло у вас, да? Я пригласил сотрудницу на свидание. Она не хотела идти, но чувствовала, что обязана. Плохая идея. Вы то, чего к этому прицепились? С линчеванием... Оно не связано. Бесит меня это. Я феминист. Что, блин? Ну, просто я дотошный. Все связано со всем. Не знаю. Просто хотелось спросить. Справедливо. Не стоило спрашивать. Нет, стоило спрашивать. Экспу за это дали. Так что идите нафиг. Все связано со всем. Поздравляю. Спасибо. Я могу еще чем-то помочь? Мне надо возвращаться к делам. Ну, явно он же не бармен. Ну, блин. Кто его убил? Я не знаю, кто его убил. Я не полицейский. Это ваша работа. Вот же оно. Он сказал, что покойного на дереве вздернули. А кто вздергивал-то? Сказал, что его вздернули на дереве. А кто вздернул? О, он несколько удивлен, что ты заметил эту деталь. Ну, да. Я заметил еще, когда он сказал об этом. Говорят, докеры с профсоюзом. Мы, мол, линчевали его. Кто именно говорит? Ну, кстати, хороший вопрос. Местные посетители. Те, кто здесь есть. А здесь есть много докеров. Сильвия говорила, мол, не знает, что его вздернули докеры. Сильвия говорила, мол, все знают, что его вздернули докеры. Все, я понял. Типа все говорят. Это сказали сами дебордеры? Или это просто какие-то дебордеры? Ладно. Не знаю. Лучше спросите ее. Почему докеры его линчевали? Потому что им делать больше нечего, полагаю. Сейчас. Про забастовку? Да, забастовку. Он рисует пальцами в воздухе кавычки. Говорят, повешенный охранник из компании, которая принадлежит Гавань. Наемник профсоюза... Наемник профсоюз решил, наверное, что их... Так их припугнуть. Еще один вопрос. Это же явно не он его бил. Ты бармен? Нет, я не бармен. Я управляющий кафетерием. А выглядишь как бармен? Ладно, в чем разница? Я управляю тремя кафетериями. Тремя. Смиритесь. Все. До свидания. Пойдемте. Эй, куда? Он тыкает тебя пальцем. Вы должны мне 130 реалов. Что такое реал? Незаметно ускользнуть. Черт. Неудача. Мгновение назад ты мчался окибриз. И вот уже развернулся и показываешь ему средний палец. Типа вот эта картинка. Сейчас яростно обеими руками. Зачем? Дамовый инвалидный коляски просто у меня за спиной. Так ведь? Зачем я сделал это? Зачем обеими руками? Зачем обеими? Да, это так. Ну давай не будем на этом зацикливаться. Лучше глянь-ка на тупицу бармена. Да, он вообще не сечет, что творится. Ты, твои средние пальцы птицами воспарившие в воздух. Бармен раздявил рот, как полный кретин. Ты ему пока... Зачем двумя-то? Берегись! Ай. Я что-то сломал, по-моему. Зачем я это сделал? Я не умер. Мир вокруг темноет. Уже вернулся? Так быстро! Так не должно было быть. Я послал своему телу... Я не послал своему... Я случайно, да. То не было случайно. Это было дископа спинного мозга, пока он еще не открылся тебе утаинственной. Ибо таинство его нечестивых. Ого! Так тебя еще больше, чем в недрах? Офигеть, я круто. Не знаю, если честно, это похоже на слабенькую попытку переосмыслить... Вы шлепоны, плохо держащиеся на ногах алкаша. Ну, наверное, да. Похоже. Потому что это она и есть. И ты такого есть. Зря я тебя отпустил. Лучше бы я оставил здесь, там, где ты... Светло, пугающе. Почувствовал уже любовь? Вот чего я точно не почувствовал, так это любовь. Ничего, справлюсь. Не похоже на то, Зайк. Ты в порядке? Из тьмы выныривает старушка. Ай. Нет. Так, нет. Ты повредил нижнюю часть шеи, а кроме того, потянул левую трапецию. При движении спину пронзает боль. А вы в порядке? В основном досталось креслу. Не переживай. Точно? Да, да. Поверьте, все в порядке... Проверьте, в порядке ли он. Простите, офицер, я этого не хотел. В моем заведении всегда были рады копам. Кажется, он подавлен произошедшим. Блин, из-за нашей тупой выходки такой. Надо... Ладно. Там просто были довольно-таки плохие шансы на успех. Ладно, выпивка за счет заведения. А выпивки было много. Но я все равно еще должен взять с вас за три ночи в разбитое окно. Все равно сто. У меня нету ста. За окно не стану платить. Клево. Спасибо, что пошел навстречу. Оставьте благодарность при себе. Прежнему должны мне сто реалов. Если к вечеру их не будет, я не пущу вас туда. Он указывает наверх на твой номер. Блин, мне туда нужно. Там магнитофон есть. Ради бога, берегите себя. Кстати, а где твой дом? Нам не приходит никакого адреса. Но всяко же он есть. А он вообще был? Это правда в этой гостинице лишь три ночи. А где был до того? Где-то же должен был быть. Может к югу? Далеко. Во времени или пространстве? В пространстве. Если кончаются деньги, там не переночуешь. Если кончатся деньги, там не переночуешь. Может я могу как-то вспомнить? Начертить линию на... А! Начертить линию до конкретной улицы. Конкретной таблички на доме. Ого! Можешь попробовать, когда выдастся... А вот всплывет улица или дом. Все, я понял. Это у нас... Дорога домой. Одинокая дорога домой. Временный бонус за исследование. Плюс одна энциклопедия. Память о событиях. Проблема. Так, так, так. Очки. Усвоить. Остановить. Я не пойму, это дает какие-то дебафы или нет. Погодите. Проблема решения. Давай перемотаем назад. Так, хорошо. Я пока не понял, что это за механика. Сделаем, наверное. Подлечимся. У нас особого выбора не было, лечиться или нет, кстати. Кто-то позвонил в участок, чтобы сообщить об убийстве. Воспользоваться расой Экима. Раса Экима нам уже в двух случаях нужна. Возмещенный ущерб. Получено понедельник. Готово. Возьмите показания. Понятно. Активно готово. Где мои деньги? И сколько у меня их? Цена. Это цена предмета. А сколько у меня денег? Так, мы потихонечку к уровню подбираемся, да? Патроны, ключи. Интересно. Ну, я бы хотел узнать, сколько у меня денег сейчас. Прямо серьезно. Я же там подбирал то пять, то еще чего-то. Каких пять? Похоже, мы все-таки на улицу. Расскажи мне о деле. Что именно вы хотите знать? Абсолютно что угодно. Я вообще ничего не помню. Как потом это дело... Как это дело с налетом тайны? Лейтенант недолго задумывается. Нет, в этом деле нет особого налета тайны. Это все, что я хотел узнать. Хорошо. Абсолютно что угодно. Может, скажете, что вы все-таки знаете. Это поможет немного... Одна девушка сказала мне, что повешенный был наемником. Управляющий считает, что за этим стоит профсоюз. То есть, здесь мы собрали всю информацию, которую мы получили, в принципе, здесь по гостинице. А информации не то, чтобы существенно больше. Провести для вас брифинг? Да, звучит отлично. Три дня назад на экстренный пульт РГМ поступил звонок. Наименный информатор сообщил, что в Мартинезе за гостиницей кафетерием танцев Трепье обнаружено тело повешенного охранника. Труп пробыл там в 4 дня. Никто не прибыл на место. Что вам известно о жертве? Так, пойдите. За это время жертву полностью обчистили. Информант не идентифицировал тело, но использовал термин «самосуд» между местными докерами и логистической компанией Wild Pines. Вот что мне нужно было знать, когда я говорил с докером. Ладно. Продолжать затяжной конфликт. Мне дали инструкцию рассмотреть эту смерть как часть одного. Стой, что вам известно о жертве. Он какой-то охранник, нанятый Wild Pines. Вернее, таковы слухи. Правда, вам предстоит выяснить. Почему ничего не знали... Почему ничего не знали про звонившего? Он или не оставил возможности себя опознать... Он или она не оставил возможности себя опознать. Голос был приглушенным каким-то устройством. На пульте не смогли определить ни возраст, ни пол. Зачем прятаться? Здесь очень строго предвзято против участников РГМ в том, что воспринимается как дела профсоюза. Де-факто именно докерский профсоюз полиция Мартинеза. А теперь, кажется, они и проводить переговоры... Теперь, кажется, они и проводить переговоры, и исполнение стали. Приговоры. Не переговоры, а приговоры. Все. Это мы допустить не можем. А РГМ это... Это мы. Шванская гражданская милиция. Полиция этого города. Понятно. Ну, я в принципе так и думал. Они же... Гражданская милиция. Это полицейская организация, к которой мы с ним принадлежим. Род мирных войск. Мирных. Ополчение в оккупированном городе Равашоли. С точки зрения закона, РГМ находится в серой зоне, но ее права редко ставят подсомнение. Супер-мега-полезное знание. Да, согласен. Да, конечно, понял. Наша работа найти убийцу, да? Так, хорошо, понял. Выполнено секретное задание. Что, блин? Это было... На всякий случай уточняю, что полицейские. Наша работа найти убийцу. Мы полицейские. В этом суде дело найти и арестовать убийцу. Да, спасибо. Мы можем снова пройтись по данным. Так, если мы с разных участков. Почему все в одно дело? Ну, потому что замешаны. Боюсь, мы с вами лишь пешки. Он выбирает формулировку. Вы поняли, да? Ты о чем? Вы не в курсе? А я думал, вы участник. Не помню, что в чем он такой участвовал. Расскажи. Идиотизм. Не стоит тратить на это время. Если хотите узнать мое мнение, спросите, когда смотрим тело. Да, давай узнаем. Позже твердо отвечает он. Если вы еще хотите об этом... Вы что-то хотите еще знать об этом деле? На все, пожалуй. Хорошо. Кивает ледяная. О деле следует знать ничего не понимаю. Хочу поговорить о тебе. Вот. А мне? А мне? Не вижу, как следствие касается моя жизнь. Нам будет проще работать, если мы наладим отношения. Что ж, справедливо. Ладно. Ради пользы следствия. Что вас интересует? На тебе очки. Спасибо, Кэп. Ладно. Ты не похож на других людей в округе. Расскажи какую-нибудь тайну. Ты разговариваешь с самим собой? Так, вот. Вот это можно. Это потому, что я... О, хуже 10. Полусолиец. Или четверть. Отец моего отца был из соли. Вряд ли из соли. Хотя, может, из соли. Как и бабушка, но по материнской линии. Он трясет головой. Это неинтересная тема. Что такое соль? Часть света, офицер. Геополитическая сущность и географическая единица. Говорю, уже скучная тема. Соль. Это протекционистское, изоляционистское, понизолярное государство. Черт побери. Вообще, оно очень даже интересно и загадочно. Ну вот. Рассказать скучно, а узнать интересно. Напрасно пытайтесь. Я ни слова не знаю по-солистски. Никогда не встречался ни с кем из дедов и бабок. Не был в соли. Или в соли. Но он будет... Он будет этим гордиться. Я обычный ревошолец. Предмет гордости. На тебя очки. Воистину. Тебя слегка тянет под этим лейтенанта, но... Тестерон в тебе недостаточно. Хорошо, что я это сделал. Что у меня не получилось. Круто. Все, нормально. Просто заметил. Значит, вам, вероятно, очки не требуются. Хорошо. Засчитана подколка. Пока все. Пока все. Да, ничего. Так. Что за секретное... Получено. Обычно полицейский проводит вводный инструктаж по делу. Иногда. Я секретное какое-то это решил. Так, ладно. Вот эти баги с прогрузкой. Я надеюсь, они уйдут к следующей серии. Так, эта дверь закрыта. По сути, мы можем выйти только через эту дверь. Тогда знаете, что я вам предлагаю? Мы с вами, по-моему, полностью разобрались с гостиницей. Мне надо откуда-то деньги достать. А, вон, я вижу, где мои деньги. Вот это внизу. Наверное, вот это. 5.40. Мне нужно 100 реалов вернуть, чтобы меня пустили обратно в комнату. В комнате мне нужно будет... Там есть магнитофон. И мне комната нужна будет еще. Поэтому деньги 100 реалов надо достать. Как ни крути. Наверное, на этом пока сегодня закончим. Он с блокнотом ходит. И руки за спиной. И блокнот перед ним. А, все. Он убрал блокнот. Да. Блин. Офигеть, как интересно. Я не знаю, ребят. Возможно, вам такое количество чтиво и текста будет не совсем. Пишите, опять же, говорить. Это вот вторая пробная серия. Да, насколько это возможно. Но мир здесь очень интересный. То, как все развивается, это очень интересно. Я предполагаю, что дальше будет еще какая-то и боевка, и что-то еще. Не знаю. По-моему, пока все выглядит очень круто. Все, ребятушки. На этом пока все. Будем закругляться. Увидимся в следующей серии. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Добра-бобра. Субтитры сделал DimaTorzok